Память Знайте, что память — это не просто то, что работает в связи с тем, что ты знаешь. Память работает так же и в связи с тем, чего ты ещё не знаешь. То есть память — это функция разума, находящая объект. Некоторые не знают об этом. Но если ты очень искренне настраиваешься на какую-то Личность, и у тебя позитивные, правильные мотивы, то есть некорыстные цели какие-то у тебя в сердце, тогда в этом случае она откликается, происходит связь. Другими словами, нужно понять, что есть ещё внутренняя жизнь. Всё, что я вам сейчас говорю, кажется каким-то странным, туманным многим людям. Кажется, что ты делаешь, зачем ты это делаешь и так далее. Но согласно ведическим писаниям и другим священным писаниям, жизнь человека протекает в сердце. Мы в своём сердце связаны со всем, что происходит в этом мире. И если мы начинаем через звук влиять на эту сердечную связь, тогда происходят три изменения. Первое изменение — я наполняю счастьем изнутри, мне становится спокойно. Второе изменение — я начинаю влиять своим счастьем на ситуацию, и ситуацию легче вспоминать. Это через память тоже происходит. И третье изменение — ситуация начинает меняться, и я начинаю верить, что всё будет хорошо, потому что я вижу изменения. Я тысячу раз уже сталкивался с этими вещами. Ну то есть некоторые люди вот подобные вещи воспринимают как чудеса, и у них два варианта — или сильно в меня поверить, или сильно разочароваться. Поэтому некоторые люди сейчас сильно поверили, а другие сильно разочаровались. И то, и другое является проявлением невежества. Потому что это просто обычный труд души, обычная деятельность человека, которую человек должен каждый день совершать рано утром. В этом нет никаких ни чудес, ни обмана. Это просто труд души. Каждый человек должен начать это делать, потому что у нас есть к этому преграда в сердце. Мы ленимся душой. Нам очень трудно начать эти вещи делать. Даже просто начать прощать кого-то очень трудно. Для этого нужна помощь. Потому что обычно мы это делаем неправильно. Мы своими силами пытаемся это сделать. Но человеку, которому больно в сердце, когда лампочка погасла, она не может сама себя зажечь. Поэтому первое, что человек должен сделать, он должен вспомнить того, кто может зажечь. Эта память должна прийти через звук, потому что звук — это самая большая зажигательная сила. Именно звук связан с разумом, именно он его включает, и именно звук даёт силы. Потому что если вы будете вспоминать просто образ кого-то, то тогда сил не будет, нужен звук. А образу надо отдавать свои силы. Теперь сразу возникает вопрос, почему мне не было достаточно просто думать об этих женщинах? Потому что человек своими силами никогда не может победить судьбу. Мы очень слабые существа. Я такой же слабый, как и все остальные. У меня сил не больше, чем у всех этих людей, которые здесь стояли. У меня сил может быть меньше даже. Потому что они находятся в трудной ситуации жизни, она мобилизует. И человек становится энергетически более сильным, хотя вся эта энергия гаснет в результате его боли, которую он испытывает. Но если человек знает, как правильно настраиваться, то есть он начинает слушать голос того, кто молится, потому что молитва соединяет человека с источником счастья, как бы вы его ни воспринимали, или как природу, или как доброту и красоту людей, или как святость или Бога. Потому что святость — это энергия Бога. Потому что святость идёт от слова «свет». А свет идёт от Бога в данном случае. Некоторые думают, что святые люди, они как лампочки светятся, и ночью как бы можно рядом с ними читать книжку. Нет, святые люди, они меняют судьбу. Они приносят счастье в сердце, свет в сердце, а не и знания также, знания в голове. То есть два центра разума озаряются, это в области головы, поэтому человек чувствует счастье в голове, и в области сердца человек чувствует счастье в сердце. Таким образом, надо понять одно правило. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Первая и главная задача, когда вы хотите победить судьбу, это правильное приложение своих сил. Чаще всего люди концентрируются очень сильно сами на проблеме, и это становится замкнутым кругом. Фактически это означает концентрация на самом себе. Лампочка так никогда не загорится. Нужно разорвать свою идею, концентрироваться на проблеме и думать о ней. Нужно слушать голос и кланяться святыне. И думать, я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя, я хочу быть тебе полезным. И в тот момент, когда вы начнёте чувствовать святого человека и хотеть делать что-то полезное для него в своём сердце, а именно думать, я хочу выполнять твои наставления, я хочу, чтобы твоя миссия развивалась. То есть думать о нём фактически. Тогда в это время энергия души начинает двигаться очень сильно в сердце, и изменения становятся колоссальными. Поднимите руку те из вас, кто не вышел в зал, но сделал то же самое всё, и у кого получилось всё. Видите, я знал это. Не обязательно мне смотреть на людей. Они могут участвовать в процессе, каждый человек может участвовать в процессе сам, без меня. Я о вас не думал в это время, но у вас всё получилось. Так? Это означает, что вы правильно всё поняли. Вопрос здесь не во мне. Вопрос не во мне. Это вопрос просто в том, что есть метод определённый. Этот метод существует с древних времён. В древних физических писаниях описано, что точно так же, как лягушка квакает, когда все лягушки спят ещё утром, когда она начинает квакать, она будит всех остальных лягушек, и дальше весь хор лягушек начинает квакать в том же настроении, в котором квакнула первая лягушка. Точно так же учитель, наставник, он долгое время обучает детей тому, как правильно произносить молитву. И самое главное в этом вопросе — это настроение или чувство веры. То есть он говорит молитву, потом ученики повторяют. Он говорит, ученики повторяют. И так много раз. И постепенно они начинают верить в его голос. Точно так же, как мы верим в голос тех, кто молится, когда поёт. Получается, вот этот процесс принятия звука от кого-то является фундаментальным в преодолении победы над трудностями судьбы. Вы пытайтесь сейчас понять, что я вам скажу. Веды объясняют, что звук является главной силой, влияющей на этот мир. Именно звук меняет судьбу, и именно звук способен менять всё, что вы можете видеть вокруг себя. Поэтому древние люди знали, в каком эмоции, в каком звуке нужно говорить, чтобы просеивались тучи, чтобы рос урожай и так далее. Они могли управлять этим миром с помощью звука. Мы сейчас даже близкому человеку не можем объяснить, чего мы хотим, потому что наш звук соединён с болью в это время. Когда мы, допустим, в отчаянии находимся, нас близкий человек, нас огорчил, и в это время мы хотим ему что-то сказать, это и есть самая неправильная ситуация в жизни. Если кто-то нас огорчил, в этот момент ни в коем случае ничего ему не нужно говорить. В этот момент нужно просто отойти в сторонку, сесть рано утром и восстановить с ним связь. Первый этап — спокойствие по поводу этого человека. Но мы не думаем об этом человеке во время молитвы. Мы слушаем голос того, кто молится, и кланяемся того, в кого мы верим. Но параллельно с этим мы знаем, просто знаем, что это делается для отношений вот с этим человеком. Мы погружены в молитву, мы там думаем, но мы также знаем, что это должно подействовать вот на эту ситуацию само. Не я пытаюсь подействовать на ситуацию, а моё служение Богу изменит ситуацию. Просто мы знаем об этом, понимаете? И когда мы об этом знаем, мы неожиданно догадываемся. Сейчас мне во время молитвы, мы вспоминаем просто, сейчас прослеживаем, как человек едет в машине куда-то, да, и он смотрит, сейчас я проезжаю такой-то город, сейчас такой-то город проезжаю. Понимаете? Точно так же. Но он не думает об этом, он просто едет, он думает о дороге. Точно так же человек в молитве, он постоянно думает о том, что он слушает звук и кланяется в святыне. Но неожиданно он вспомнил, меня по этой ситуации сейчас спокойно. Потом дальше он вспоминает, я уже могу думать о близком человеке без злобы. И потом он дальше вспоминает, а теперь я чувствую, что у нас всё будет хорошо. И на этой стадии, когда всё будет хорошо, он подходит к нему и говорит, добрый день, я рад тебя видеть. Хотя тот немножко напряжён, и он чувствует, что он не может как раньше реагировать, потому что отношения поменялись. Да, это и назначает победа над судьбой. Допустим, ваш начальник решил вас уволить с работы. Первая стадия – спокойствие по поводу этой ситуации. Вторая стадия – хорошие мысли по отношению к начальнику. Третья ситуация – вы чувствуете, что всё будет хорошо. И вы подходите к начальнику, и он уже по-другому к вам настроен. Но иногда бывает так, что вы проходите все эти стадии, у вас сердце хорошо, с начальником хорошее отношение, и всё нормально, но всё равно начальник увольняет вас с работы. Это значит, что это самый лучший вариант для вашей жизни, потому что тут же вы найдёте себе хорошую работу после этого, и у вас всё будет гораздо лучше, чем этот, другими словами, этот начальник вам помог сделать то, что вам лучше всего. Такие варианты бывают редко, но тоже не надо удивляться, что они бывают. Или, допустим, вы молитесь за человека, молитесь, ему становится легче, он болел тяжело, ему становится легче, он чувствует облегчение, у него всё хорошо, и неожиданно раз, он легко, спокойно уходит из жизни. Это значит, что это самый лучший вариант для него. Он обязательно потом, через несколько дней, потому что 10 дней формируется тонкое тело, где-то через 10 дней, когда у него новое тонкое тело сформируется, он придёт к вам во сне, вот так, «Спасибо тебе большое, что ты мне помог», и станет вашим ангелом-хранителем, у вас с ним светлая память установится с этим человеком. Я такое много раз встречал в своей жизни. Например, у моего одного сотрудника, у жены, неожиданно ушла из жизни мать, у неё был сердечный приступ, она ушла из жизни, она жила неправильно, и они начали вдвоём за неё молиться, вот по этой методике. Молились, 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 через... И я постоянно... Они меня спрашивали, потому что они беспокоились. Знаете, молиться же тяжело за кого-то, всегда в сердце тяжесть, и проблема есть, и всегда людям хочется спрашивать. Они подходят, «Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, ещё надо молиться». Хотя в сердце же всё видно, там в сердце нет лёгкости, значит, молиться надо дальше, потому что сердце всё отговорит. Если вы чувствуете с болью, вспоминаете человека, значит, вы не преодолели ситуацию. И в какой-то момент они подошли просто сказать, «А нам легче стало обоим сегодня». Я говорю, «Точно так и есть, я тоже так чувствую». И потом эта девушка на следующий день мне сказала, что мама пришла к ней во сне, помахала ручкой, вся сияющая, говорит, «Я благодарна судьбе, что я такую дочь имею. Она меня спасла и пошла она вверх счастливой. Полетела вверх». Понимаете, жизнь человека предназначена только для этого, чтобы научиться вот тому, что я сейчас вам рассказал. Всё остальное — это просто наша занятость, какая-то наши внешние дела, но настоящая жизнь всегда протекает в сердце. Если человек способен это понять, он очень сильно изменяет всю свою судьбу, всю свою жизнь. А теперь я хотел бы всю эту беседу, которая сейчас у нас будет, посвятить этой теме, она крайне сложна. Многие из вас люди вообще не включились, они вообще не понимают, зачем я об этом говорю. Но сейчас мы будем об этом рассуждать, и вы поймёте, о чём речь. Вы поймёте, что то, о чём мы говорим, является единственным правильным способом развития личности. Потому что развитие личности означает развитие отношений со святостью. Потому что личность означает душа. И когда лампочка души начинает гореть правильно, это означает, что высшая, правильная, самая главная цель жизни уже начала достигаться. А это работает по принципу горы. Когда человек душевно становится сильным, тогда он становится сильным и в разуме, его разум крепнет раз. Он становится сильным нравственно, его черты характера крепнут два. Он становится сильным в своей социальной жизни, у него налаживают социальные связи, он находит работу, выходит замуж три, и у него улучшается здоровье четыре. И рожаются дети. Понимаете, то есть другими словами, вся пирамида жизни человека, она наполняется сверху от Бога. И поэтому в Ведах говорится, что самый лучший способ поливать дерево, это поливать его в корень. Потому что большинство людей поливают ветки. Потому что они видят какую-то проблему и пытаются ее решить. Это значит поливать ветки. Но проблема не в том, что ветка вянет, значит надо поливать ветку. Проблема в том, что нет связи с корнем. И самая главная проблема заключается в том, что человеку своими силами эту связь с корнем установить очень сложно, потому что жизнь засасывает. Вот вы придетесь домой завтра, и многие из вас встанут с постели, но не смогут начать молиться. Потому что нужны отношения с кем-то, кто это делает. И по этой причине мы пытаемся вам помочь всеми силами. Пожалуйста, если у вас есть какая-то своя вера, ходите в храм и молитесь вместе с теми людьми, которые там молятся. Совместная молитва, она делает то же самое. Если вы в хор, допустим, православный поет, то то же самое происходит, то, что сейчас происходило. Вы кланяетесь алтарю, слушаете хор, и постепенно в вашем сердце наступает спокойствие. Потом вы идете домой и чувствуете, что в вашей жизни все будет хорошо. Так или нет? Так. Ну, то есть, другими словами, это всем известный метод. Когда одному возвышенному человеку рассказали метод доктора Торсунова «Победа трудностей», он послушал, послушал, говорит, «Какого доктора Торсунова? Это всем известный метод. Все люди на Земле так делают. Говорит, это общий метод, общепринятый. Просто можно это оформить в виде какой-то научной идеи, но этот метод всем известный. Все знают, что нужно молиться в обществе тех, кто молится. Это дает победу над судьбой. Все знают, что если ты молишься и ни о чем не думаешь, то тогда ты будешь думать о своей судьбе. И молитва не будет действовать. Для того, чтобы молиться хорошо, для этого нужно думать не о своей судьбе, а о алтаре. Поэтому и алтарь ставят для молитвы. Зачем он тогда нужен? И когда человек слушает тех, кто молится вместе с ним, кланяется алтарю, лампочка души, лампочка зыж жизни загорается в этот момент, и человек становится счастливым. Просто есть правила, которые надо соблюдать, чтобы это все произошло. Они имеют более, более, более тонкое значение. Там много разных нюансов, которые надо знать, чтобы двигаться вперед. Но сейчас я хочу, чтобы вы послушали песню моего друга, которая говорит в общем о настроении, по которым надо двигаться. И сейчас, может быть, немножко будет сложно переводчикам, потому что вам придется выслушать всю песню. А песня как раз об этом, о чем мы говорим. Она указывает на все пункты. Первый пункт. «Не сдавайся никогда». «С любовью повторяй свою молитву». Он ее заменил на слово «песня». «Поет с любовью песню свою». Потому что молитва и песня души это одно и то же. Молитва это песня души. Вот. Следующее правило. «Иди за тем, кто уже умеет это делать. Верь в то, что он тебе поможет». Это второе правило. Третье правило. «Пойми, что ты сам способен победить свою судьбу». Часто люди не верят, они находятся в безысходности. Означает, что они не знают, что они могут победить свою судьбу. И третье. Четвертое, что важно знать, что не только Бог нам нужен, не только Бог нам нужен, но мы очень нужны Богу также. Это вообще почти никто не знает. Проблема заключается в том, что мы даже не даем ему возможности решать вопросы в нашем сердце. Вот этот метод означает только одну вещь. Оставить в покое свою судьбу, начать думать о Боге, а Бог в это время будет думать о нашей судьбе, потому что это и есть его занятие. Он должен этим заниматься, но проблема в том, что мы оттуда не вылазим. Мы сами думаем о своей судьбе, Бога не пускаем. Мы постоянно там сидим, мы не хотим, чтобы он за нас все сделал. Мы не хотим, чтобы он делал свою работу и не хотим делать нашу работу. Наш труд заключается в том, чтобы думать о святости и кланяться ей. Мы должны настроиться позитивно, мы должны думать о самом светлом и чистом. В этом заключается обязанность человека, а не обязанность его думать о проблемах. Те люди, которые постоянно думают о проблемах, они погружаются в проблемы. Те, которые думают о святости, о чистоте, они погружаются в чистоту. Есть две категории людей. Одних сравнивают с лебедями, а вторых с воронами. Беда опять, ведическое знание. Смотрите сравнение. Лебеди всегда плывут в одном направлении и смотрят в одном направлении. Они мало болтают между собой. Они постоянно сосредоточены на главном. Поэтому они очень глубоко чувствуют друг друга через сердце. И когда один лебедь оставляет жизнь, второй не может без него жить. Называется лебединная верность. Вороны постоянно смотрят друг на друга и каркивают постоянно друг на друга. Они постоянно в негативе. Белые лебеди белые, тогда как вороны черные. Белый цвет означает чистота. Мы не будем сейчас про цвета говорить. Итак, веды объясняют, что лебеди, они могут когда кто-то налил в воду, в воду молоко, они могут эту воду брать и как вот ее вот так вращать. На слизистые попадает молоко, всасывается, а вода остается водой, и они ее выплевывают. Точно так же человек, который видит в этом мире только чистое и светлое, он всю воду выплевывает, это все молоко берет. Следующее качество лебедя. Лебедь, когда плавает по воде, он не мочится ей. Так и человек, который правильно настроен, он живет в этом мире. Благовестная работа у меня своя. Он живет в этом мире, и он не сильно придает большое значение тому, что здесь происходит. Понимаете, люди очень сильно погружаются в детали, что происходит там, что происходит здесь, где кого поубивали, где кого взорвали, они очень сильно в это подгружаются и тратят туда просто свою зря, свою энергию. Потому что это все было уже, это все уже было. Зачем об этом думать, если это уже все было? Подумайте о том, что сейчас происходит с вами, вы же отдаете в никуда свои силы просто. Как есть такой анекдот. Один человек нашел джина в бутылке, он вышел, джин потер, джин вышел, и он говорит, джин говорит, ну, загадай желание, все выполни, что хочешь. И человек посмотрел на него, говорит, сделай так, чтобы у меня все было. И джин говорит, у тебя все было. Этот джин живет постоянно в нашем сердце, мы постоянно думаем о том, что уже было. А надо жить в настоящем времени, потому что этот анекдот очень правдивый. Если ты хочешь, чтобы у тебя все было, тогда у тебя все было. Думай о том, что у тебя было, что в этом мире происходило, и происходит, мы говорим, происходит сейчас. Но это уже было, это не происходит сейчас. Сейчас есть только одна вещь, которая происходит сейчас. Это ваша любовь кому-то, и ваша любовь к Богу. Единственное, что живет в настоящем времени в этом мире, это любовь. Она никогда не кончается и не проходит. Она всегда существует. Она, когда событие прошло, любовь остается. Разговоры, разговоры, слово к слову тянется, разговоры стикнут скоро, а любовь останется. Понимаете? То есть, другими словами, поймите такую вещь, что человек должен как раз этими категориями вечными и жить. И когда он вечными категориями вот этим живет, он хочет думать о любви, о вере, о чистоте. А между прочим, между делом, он работает также в этом мире. Но надо очень точно понимать, в чем разница между вороной и лебедем. Ворона очень сильно огорчается тем, что происходит и постоянно каркает. Попробуйте зайти в воронник, где много ворон. Что-то не так сделаете, они будут каркать полчаса потом. Но лебеди никогда не каркают, понимаете? Они просто живут в чистых местах. Если вода отравлена, лебеди там не живут, они живут в чистых местах. Жить в чистом месте означает поставить алтарь у себя дома. Никто без штанов мимо алтаря уже не пройдет, потому что совесть там начинает жить в этом месте. Понимаете, другими словами, в ведах называют людей, которые живут чисто и светло пармахамсами. Парам означает высшие качества, высшие, а хамса означает лебедь. Они имеют в себе высшие проявления лебеди, эти люди. Надо стать такими людьми. Я вам перечислил качество лебеди, что лебедь смотрит только вперед, самое главное в жизни. Он не замечает слишком сильно того, что лебеди не выясняют отношения. некоторые думают, что важно прояснять отношения постоянно, друг другу говорить о том, что тебе не нравится, что нравится. Этого не надо делать, надо просто вместе смотреть в одну сторону в жизни, и тогда ваши отношения станут очень светлыми и чистыми. Если вы хотите быть лебедями, тогда простите всех, кто вас окружает. А простить человек сам не может, потому что когда он прощает, он соединяется с источником боли и варится в нем. Часто люди подходят друг к другу, чтобы друг друга простить, и начинается новый скандал. Мы не можем сами простить, потому что это опять неправильное мышление. Прощение означает, что в сердце становится спокойно, и есть два типа прощения. Первый тип прощения, когда тебе стало спокойно, ты думаешь, ну, как бы мне спокойно стало, я больше не буду беспокоиться об этом человеке. А второй тип прощения, когда ты действительно начинаешь видеть в нем хорошее, и это прощение уже навсегда. А иногда бывает, ты видишь в нем хорошее, но потом на следующий день опять видишь плохое. Это означает, что тебе опять надо вспомнить хорошее, что ты увидел до этого, потому что любовь не кончается, имеет вечную природу. Но если ты не хочешь вспоминать хорошее, значит, тебе надо учиться быть лебедем или пчелой. То есть я сравниваю просто, сравнение привожу, чтобы было понятно. А сейчас ваши вопросы, тема сложнейшая, самая сложная на земле, тема, которую мы сейчас подняли, самое сложное начать это делать, то, что я сказал. Поэтому благовест означает благая весть, он мне принес благую весть. Благая весть заключается в том, что благовест хочет, чтобы здесь были клубы благость. Клубы благость это когда люди собираются только с одной целью вместе, разных вер. Если вдруг какая-то вера начинает преобладать в клубе благости, я запрещаю это. Разных вер, разных традиций, цель только одна. Спросить друг друга, ты завтра рано встаешь? И он скажет, я постараюсь. Ему будет стыдно уже не вставать. Потому что, когда люди вместе очень легко побеждать свою судьбу, потому что совесть включается. А вторая цель это обсуждать, поговорить, как ты понимаешь, разобраться во всем. И третья цель начать любить друг друга, потому что люди в этом мире очень отчужденные, им надо знакомиться, любить, становиться близкими, друзьями, помогать друг другу. Я например, у нас в Литве был такой праздник, День Святого Валентина. В этот праздник влюбленных. И мне организаторы сказали, Олег Геннадьевич, ну что, слабо сейчас сделать так, чтобы люди встретились? Я говорю, ну не знаю, может быть и слабо. Они говорят, вы сможете. Я думал, думал, молился, и потом я понял, как это делать. Я попросил ребят выходить на сцену, молодых людей. Подняло четыре человека руки. Первый вышел на сцену, я спросил из зала, кому нравится этот молодой человек. Подняло пять девушек, я посмотрел совместимость у всех пяти, и сказал, вот у вас с этой девушкой хорошая совместимость, девушка, выйдите, пожалуйста, сюда. Она вышла, он посмотрел на нее ближе, я сказал, вам девушка нравится? Он говорит, да. Я тогда сказал, вот здесь будете встречаться после лекции, знакомиться. Они оба не могли найти себе никого. Потом второй вышел, никто не поднял руку. Я ему сказал, теперь ты понимаешь, что тебе сейчас не судьба. Он говорит, понимаю, поэтому надо успокоиться. видишь, сидит пятьсот человек, ни одна не подняла руку, значит, не время. Он говорит, точно, Олег Геннадьевич, спасибо, я теперь понимаю. Пожалуйста, нет проблем. Выходите, мужчины, кто не может найти себе девушку. Выходите сюда. Есть такие? Никто не вышел? Значит, все. Ко мне, ко мне, ко мне, сюда, ко мне, ко мне, сюда. Я потому что буду сейчас тестировать. Как вас зовут? Лучезар. Лучезар, а сколько вам лет? 32 года. Вот отойдите, благовест, не всем девушкам видно, вы уже женаты. Вот девушки, смотрите внимательно, будьте смелыми, не думайте, что сейчас что-то плохое будет происходить. Перед вами стоит очень лучезарный человек, его зовут Лучезар. Вот если он вам нравится, поднимайте смело руку, потому что я вам гарантирую, что вы получите хорошую совместимость, если будет хорошая, я вас выберу, если нет, не выберу. Поднимайте руку, кому нравится, чтобы моложе было или примерно такого же возраста. Не бойтесь, девушки, посмотрите во все стороны, Лучезар. Все стороны. Девушки стеснительные, крайне стеснительные в Болгарии. Может мне показать пальцем, кому понравился Лучезар? Вы так хотите, чтобы я делал? Сейчас девушка, я знаю, две девушки, двум девушкам понравился Лучезар. Если вы сейчас не поднимите руку, то вы потеряете свой шанс. Будьте смелее. вот одна девушка там сидит где-то. Поднимайте руку. Вторая где-то там сидит. Что не хотите? Видите, здесь не сработало, потому что люди стеснительные, очень скромные. Подняли? Где? Ага, вот одна подняла, сейчас посмотрим совместимость. После третьего предупреждения. Может и вторая поднимет? Нет, отсюда. Другой давайте вот так вот. Ручку мне, потому что я сейчас буду смотреть совместимость. Совместимость очень хорошая. Выходите сюда. красавица наша. Вам нравится девушка? А? Что он сказал? Красивая? Отлично. она чуть постарше, чуть постарше, 39 говорит. Нормально для вас 39 нормально? Лучше звать? взрослая. Гуля мак. Взрослая. Ага. Ну, смотрите. Ладно, хорошо. То есть не будете знакомиться? Запознаем. Ну, как можно познакомиться? Надо уже решать и знакомиться с целью создать семью. Я же девушку тоже должен защищать? Вы что думаете? можно на любой познакомиться? Как? Ответ какой? Чезар задумался. Это хорошо. Хорошо. Тогда вот нормально. Все, не получилось. но мы пробовали. Спасибо вам большое за смелость. Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, они рады оба или нет? Потому что я дал им шанс, судьба дала шанс, они рады сто процентов. Да? Они рады, потому что они почувствовали, что есть возможность. Девушка по чьей девушке сказали красивая. Она будет теперь знать об этом. молодой человек знает, что есть девушки, которым он нравится. Это очень важно, потому что люди теряют веру. Это очень важно знать обо всем. вы хотите задать вопрос мне, да? Да, пожалуйста, спрашивайте. По молитве. По молитве ведь, да? У нас только сейчас одна тема, мы будем разбирать, как победить судьбу, иначе мы просто зря повторять им время. Я повторяю Когда человек чувствует, что он идёт в правильном направлении, он полагается на это. Когда человек получает практический опыт в какой-то сфере, он полагается ещё больше, и это называется надежда, начинает надеяться. Когда человек фундаментально меняет свою ситуацию в жизни, он чувствует, что это работает, это называется знание. Но когда человек полностью побеждает ситуацию, в его сердце приходит вера, появляется твёрдость и решимость действовать в этом направлении. Тот метод, который я вам сейчас предложил, он проверен мной много раз. Я видел такие вещи, в которых я никогда даже не мог предполагать, что такое возможно. Для меня просто было чудо, я не хочу сейчас об этом говорить, потому что многие люди со мной не знакомы, они подумают, что я хвалюсь. Но я как бы просто хочу, чтобы вы научились этому. Поэтому, пожалуйста, по тому методу, который я вам сказал, задавайте вопрос. И вы сможете разобраться во всех тонкостях, все вместе, если вы сейчас начнёте это изучать. Ваш вопрос. У кого ещё так получилось? Это не я отвечаю на ваш вопрос. По-русски. У нас так получается, что пациент 20 лет все вон не будет. В транспорте вон не будет. Но это общается с высобым облогом. То есть в институте человек очень сильнее, не стараешься много. И мы можем так убежать. Так что у меня всегда есть вера, что мы победим. То есть в институте человек очень сильнее, но в отношениях у нас сейчас нет. Попробуйте, как надо сказать, и все сведения, это самое вероятное. И было пьяно, что уже изменяется в моем бутонном режиме. Не можно уж по-собратиму было, мол, а сейчас, когда зашло ответ, понимаете, я вам не помогаю, помогаю, потому что мне не помогаю, не помогаю, не помогаю, сипаться, я не могу. В чем ваш вопрос? Как его вновить в эстетизме? Видите, очень много описаний ситуации, потому что больно. И вопрос, как побеждать с помощью молитвы ситуацию, не был оформлен. Потому что человек очень сильно погружен в ситуацию. Ей очень трудно отвлечься сейчас и подумать о молитве. Потому что именно она может вырвать ее из лап судьбы. Теперь следующее, что вы должны понять из этого вопроса. Есть три степени победы над судьбой. Первая степень начинается тогда, когда преодолевается то состояние, в котором сейчас эта женщина находится. Это состояние означает, что она очень сильно сосредоточена на том человеке, который приносит ей проблемы, считая его причиной своей неудач. Это замкнутый круг. Пока человек сосредоточен на источнике проблемы, он не может победить судьбу, потому что он пытается победить человека, а не свою жизнь. То есть он не туда прилагает усилия. Это все равно, что когда лодка стоит на берегу, толкать берег, а не лодку. Я вообще абсолютно не смеюсь, моя хорошая. Вообще не смеюсь сейчас. Я даже вот смотрел на святого человека, когда вы говорили, чтобы как-то вам помочь. Я вообще не смеюсь. Улыбка и смех — это разные вещи. Пожалуйста, не воспринимайте мои улыбки как то, что я пренебрегаю вам. Итак, слушайте дальше. Вторая, первая стадия победы над судьбой означает начать пытаться отвлечься от ситуации. Для этого существует правило определенное. нужно рано утром сесть, включить голос того, кто вас отвлечет, включит вашу лампочку, отвлекет от вашей проблемы, доставить перед собой то, во что вы верите, святыню, на начатие кланяться, начать этот процесс. И первое, что произойдет с вами, у вас появится спокойствие в сердце. И это спокойствие будет нарастать до тех пор, пока вы не поймете, что он хороший человек. Нет, это не то. Вы говорите сейчас о своем мышлении, а я говорю о вашем сердце. В вашем сердце этот человек сейчас приносит колоссальную боль, и вы не помните его хороших качеств характера. Хотя в уме вы знаете, что он хороший. Я говорю про ваше сердце сейчас, а не про ваши размышления и выводы. В вашем сердце он сейчас несет вам боль. Но если вы сможете успокоиться с помощью молитвы, в сердце придет покой, когда ваше сердце придет покой, то тогда в это время ваше сердце также придет знание, что что-то не так вы думаете об этой ситуации, как-то не так вы его воспринимаете. У вас появится подозрение, что он все-таки имеет право быть хорошим, этот человек, несмотря на то, что он вас мучает. Другими словами, вы начнете вспоминать его хорошие поступки, его хорошие черты характера. И в этой памяти вы выйдете из замкнутого круга судьбы, в который вы сейчас попали. Вы не кивайте головой «нет». Я не это записала уже. Себе это писал. Дорога с помощью, у кого он был. Вы должны сейчас просто слушать. Просто слушать. Итак, я вам говорю не для того, чтобы показать вам, какой я умный, какая вы глупая, а я хочу вам помочь. Поэтому вам не надо реагировать на мои слова никак. Вам надо просто слушать и слушать, впитывать в себя эти слова. Мы говорим сейчас о пути вашей жизни. Следующая стадия такова, что вы продолжаете молитву, и в этой молитве появляется уже добрая память о нём. То есть вы можете его вспоминать реально, думать о нём без боли. Это вторая стадия. И на этой второй стадии вы поймёте, что проблема находится между вами. Потому что до первой стадии вы считаете, что проблема только в нём, а у вас нет никаких проблем. На второй стадии вы начнёте понимать, что проблема находится между вами, и вы сможете на него влиять своими мыслями. Мысли у вас о нём будут более-менее нормальными. Через боль пробиваться будут хорошие мысли. И вы почувствуете, что можете не только думать с ним о нём хорошо, но также спокойно с ним разговаривать. Это признак того, что ваша победа уже близка. Вы сможете с ним разговаривать, но при этом не надо пытаться разговаривать слишком близко. Нужно контролировать себя и не разжигать боль. Потому что если вы приблизитесь сильно друг к другу, опять боль, опять начнёт возобновляться. Надо сначала в сердце установить отношения, а потом сближаться друг с другом. Следующая стадия. Вы будете молиться дальше, может быть, несколько месяцев пройдёт, и в вашем сердце появится чёткое чувство, что это просто Бог вас учит, каким надо быть правильным. И тогда у вас появится знание о своих недостатках характера, о своих проблемах, которые являются трудностью в отношениях с этим человеком. Вы поймёте свою причину, почему вы страдаете именно в отношениях с ним. И когда вы начнёте понимать свою причину, он начнёт успокаиваться и вести себя чуть-чуть по-другому. Его поведение начнёт меняться, потому что любое неправильное поведение человека вызвано той же самой болью, которую испытываете вы. А если вы её начнёте преодолевать, то тогда его поведение станет спокойнее. Например, человек постоянно кричит, ругается. Можно подумать, что он сумасшедший. И создаётся впечатление, что этот человек вообще никогда не может говорить нормально. И вдруг неожиданно, когда вы начинаете думать о нём хорошо, то он успокаивается и начинает лучше с вами говорить. У вас появляется вера, что всё может быть хорошо. И эта вера является третьим этапом. И он характеризуется также пониманием, что все проблемы находятся здесь. Судьба, выйдя снаружи из человека и заставляя его страдать снаружи, заходит назад в сердце. Это признак реальной победы. То есть судьба зашла в сердце, означает, что вы чувствуете, что вы сами являетесь причиной своих проблем. И дальше вы уже начинаете просто думать о Боге. Опять всё это время вы о себе не думаете. Вы просто кланите святыни, слушайте голос и просто наблюдайте, что с вашей жизнью происходит. И дальше, на последнем этапе, на третьем, окончательно, произойдёт следующее. У вас появится точное знание, как надо себя вести с этим человеком. И с этого момента между вами начнётся жизнь, начнутся отношения. И в это время вы почувствуете ветер перемен. То есть у вас сердце начнёт дышать радостью, как точно так же, как сердце дышит, когда человек идёт в горы или в лес, у него сердце наполняется жизнью. Точно так же в отношении с человеком сердце наполнится жизнью, когда вы пройдёте все эти треть стадии. Но не дай Боже вам больше вспоминать, какой он плохой, и обсуждать это с кем-то. Вам надо забыть эту тему вообще. Это не выход из ситуации. Допустим, вы со мной обсудили о том, что он плохой. Я с этим согласился, как ваши подружки все. Да, он плохой. От этого что-то поменяется в вашей жизни? Нет. Просто, ну, это называется... Знаете, есть ведические сравнения такие, которые очень смешно и легко показывают ситуацию. Когда человек окружает себя единомышленниками, которые тоже считают, что он плохой. В это время он делает следующее. Когда по пустыне страус бежит от тигра, в Индии есть такие, как бы, холмистые дюны, такие песчаники, где можно много всяких ходов таких. И там страусы водятся и тигры. Когда тигр видит страуса, страус бешит от него и не может убежать, он заворачивает за угол и резко прячет голову в песок. Думая, что все, тигра нет, все нормально. Так и человек тоже. Он пытается оправдать себя в отношениях, ну, рассказывая о недостатках других. И когда все согласны, он успокаивается в сердце, думает, что все, я хороший, он плохой, все нормально, у меня все хорошо в жизни, это у него все плохо. В это время он просто засовывает голову в песок. Но страусу не нужна голова, ему нужно другое место, понимаете, по этому тигру. И поэтому судьба хватает за другое место человека, понимаете. Куда бы ты не засунул свою голову. Поэтому никогда не окружайте себя единомышленниками, тем и людьми, которые всегда оправдывают и говорят вам, что вы правы, этот человек не прав, этого не делайте, потому что тот, кто не прав по отношению к вам, нужен лишь только для того, чтобы поменялось ваше сердце и все. Или мое сердце. У меня такая же ситуация была не так давно. В Киеве была лекция, один человек встал, начал мне рассказывать про мои недостатки. Все начали ругаться на него. Но я, слава Богу, послушал своего наставника, потому что он мне до этого говорил, как надо себя вести в этом случае. Мне было очень больно внутри. Боль смешивалась из разных чувств. Первое чувство было, что он вроде бы как-то развивался, слушал лекции, а тут раз, он во мне разочаровался, как же он дальше будет развиваться. Второе чувство было, что он не прав, я хороший, я столько пользы всем делаю. Третье чувство было, зачем он при всех это говорит, это не тактично. Ну, столько всяких было моментов, указывающих на его неправду. И только один момент всплыл в моем сердце, который мне сказал мой наставник, когда тебя ругают, это сам Бог пришел для того, чтобы тебя учить смирению. Послушай его, пожалуйста. Даже если это делает человек, который тебя не любит. Я начал его слушать. Потом, на следующий день, я начал молитву, мне было больно, я начал о нем думать, не мог думать о молитве. И в этот момент я вспомнил, что я говорю людям, я сам не могу это делать, оказалось. Я сосредоточился на святом человеке, начал думать о нем. В какой-то момент я понял, что это действительно человек учит меня смирению. Это сто процентов была такая ситуация. Потом я начал чувствовать, что я хорошо о нем думаю. Потом, ну, то есть могу как-то хорошо думать о нем. Я перестал думать, что это плохо то, что произошло. На третьем этапе я начал понимать, что это хороший человек, нормальный. Он имеет право, как бы, говорить плохо обо мне, если он видит недостатки. Но когда я этот третий этап прошел, у меня поменялось сердце. Оно стало способным в какой-то степени принимать то, что произошло. То есть я не могу сказать, что я полностью сдал этот урок сейчас. Но, по крайней мере, я буду стараться его сдать. Я сейчас вам применю пример, как примерно надо делать. Что все люди попадают в эту ситуацию со всеми. Боль всех ставит на колени. Боль судьбы всех ставит на колени. Всех людей. И у каждого человека возникает третий этап, второй и первый. Если он идет по правильному пути. А если человек хочет доказать свою правоту и не хочет идти на правильном пути, он так и останется со своей судьбой наедине на годы. На годы, понимаете? И ничего в жизни не изменится. Но почему же люди тогда не идут этим правильным путем? Потому что у них нет силы это все терпеть. Это первая причина. И вторая причина. Они не знают, что судьба человека всегда живет только в сердце и всегда изменяется с помощью отношений с Богом. Вот это вот знание надо получить. Это самое главное. Если мы чувствуем, что все будет хорошо, значит оно будет точно все хорошо. Понимаете? Если у нас в сердце все меняется, значит меняется и снаружи. Приведу один простой пример. Вот точно так же, как женщина. Один мужчина вышел на сцену, но в отличие от той ситуации, которая сейчас была, весь зал, 700 человек в Питере желали ему счастья вместе со мной. И там было еще человек 7 или 8. Этот мужчина вообще первый раз пришел на лекцию, он решил экспериментировать. Некоторые мужики, они знаете, такие как, ну пойду схожу, ну че? И он пошел, сходил, он стоял такой здоровый, крепкий, желал всем счастья, экспериментировал. Но у него, он честный человек, он просто честно делал то, что ему сказали. И у этого человека оказалось, у него мать находится при смерти, она лежала, не могла вставать, не могла есть. Он думал о ней, и ей посылал свои силы. На следующий день он пришел на лекцию, встал, я даже его не просил, он встал и сказал, у меня мать в этот день села и начала кушать, это не вставало две недели. Я не знаю, она уйдет из жизни или нет, но я точно знаю, что это связано с тем, что здесь происходило. Он всем это доложил, этот человек. Понимаете, это реально, то есть за какие-то 20 минут такие изменения произошли в судьбе человека. А если он будет каждый день по часу это делать и вместе со святым человеком, что тогда произойдет в его жизни? Подумайте об этом. Так, продолжаем общаться с вами, продолжаем общаться с вами. А я что, вас пожурил? Ну да, конечно, но я сама все равно не журил. Но я вас не журил, я вообще вас люблю, вы такой замечательный человек. Несмотря на боль и трудности, вы пришли сюда, несмотря на вашу трудность, вы встали, начали об этом говорить при всех, хотя вам очень больно. Почему вы думаете, что я вас должен журить? Это может у меня... Я наоборот очень счастлив вас видеть здесь и доволен вами. Это обязательно, я это очень счастлив. А можно и счастлив? Потому что мы разобрались. Стоп, стоп, мы с этим разобрались сначала. Что вы будете делать? Сделайте. Сделайте. Когда? Молодец. Замечательно. А дальше? Когда вы начнете вот это я желаю всем счастья или молитву? Завтра утром? Послезавтра? Нет. Завтра? Да ты, моя хорошая. Молодец. Поехали. конечно конечно найдите себе эту молитву который по сердцу вот очень правильно супер дальше это не упражнение это молитва это жизнь так но и у меня тоже самое было у меня была такая ситуация что я нашел свою веру и мне стало страшно другие все веры думаю это меня поменяет мое сердце так баба я потом узнал что это у всех так бывает все люди которые находят свою веру они сначала таки дичают они становятся как бы то что все остальное плохо и поэтому я включаю разных вер музыку чтоб вы увидели что все хорошо в этом мире ничего плохого нет нет плохих вер есть просто недопонимание наше у нас не хватает любви понимаете к разным верам и когда мы начинаем чувствовать что есть бог везде нам становится спокойнее идти в своей вере потому что когда ты идешь и чувствуешь вражду тогда непонятно зачем бог вот это все создал возникает противоречие в жизни потому что говорят о мусульманских святых когда вопрос они святые или нет но они светятся они помогают людям можно почитать их жизнь у меня когда вопросы возникали каких-то религиях я чем занимался самый лучший способ ответить это взять и изучить первоисточник я брал мусульманских святых изучал и видел что они святые это факт то что они делали это не может обычный человек сделать это значит что они связаны с богом тогда это значит вера хорошая и после этого я получил очень мощное подтверждение я встретился в одном городе в россии с группой мусульман который слушает мои лекции один из них 50 мечети возглавляет он дает мои лекции послушать своим подопечным хотя я не мусульманин и он такой же открытый ко всему он говорит я так счастлив мы он пригласил на встречу я пришел книг к ним в их мечеть мы с ними встретились пообщались о боге об обсуждали как духовной практикой лучше заниматься потом они специально у них потом была служба духовная они специально посадили ко мне переводчика с арабского языка из татарского и он мне всю проповедь перевел и я просто был счастлив бесконечно я хотел целовать многие этим людям всем потому что моя вера в бога укрепилась многократно от этого потому что бог он многообразен он 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 гораздо лучше чем мы думаем вас есть вопрос по молитве по вашей молитве а вы молитесь лучше а не как можете хорошо потому что если вы молитесь молились лучше этой ситуации бы уже не было ваш вопрос по молитве да пожалуйста а и и и и и и и и И вот, может, чего-то не хватало, действительно, один раз я просто увидела, он смотрел на меня, и я была счастлива, и он мне подал руку, и я подала. И вот уже, вот уже почти два года я был рядом с ним, и интересно то, что продолжается с вашей лекцией, я попыталась пообщаться с этими людьми в религии, и мне стало очень охотно. Это удивительное состояние, и поэтому то, что вы говорите, я вас очень хорошо понимаю, действительно счастье, видеть, связь, абсолютно не всех людей, потому что она одна, но я все только поняла, поскольку она дает свою возможность очистить своих счастья. Я ведут Алиска, я тüsну к чоколели из распоряжении, хорошо помomma. И, интересно то же самое, 05, когда все пοιомцы вспоминают, что я так делаю. Но потом я начала планировать, поднимать ноги, стопы и просить прощения, расстраиваться. У вас спокойствие появилось в сердце? Да. Сначала появилось спокойствие, но нет, видите, я не вспомнила, что это было. Сначала я не понимала, что делать. Но мое внутреннее сердце желание должно хорошо выйти в эту ситуацию, победить. И, возможно, когда мое желание в этот взгляд стало очень большим, в сердце появилось ощущение, что я что-то должен им. То есть вы начали контактировать с ним ближе, да? Именно на расстоянии. Я послушала вашу лестницу, когда вы говорили, что это тяжелое, не надо выступать, а именно... Вы сердцем ближе стали к нему. Да, очень. И такой момент действительно не было. Замечательно. Я это рассказываю всем для того, чтобы... Просто рассказать вам мои впечатления. Я пережила вопрос, чтобы вы это не знаете, потому что я вижу, что большинство из-за вас хотят поверить, но чего-то не хватает. У меня к вам вопрос. А вы сейчас вспоминаете о нем? Вам легче вспоминать или нет? Мне не нужно легче. Я просто так чувствовала... Ветер судьбы начал дышать в вашем сердце. Я его чувствовала, как я не знала, как он сильно меня любит. Но его не было столько всегда, что она буквально не знала, как прикрывала голову. У вас чувство есть, что с ним теперь будет все хорошо в отношениях? Или еще нет пока? Абсолютно. Я просто... Я получил его в отношениях. Он мне рассказал, знает, что он всегда ест. Хотя я знала, что он всегда ест, но я не вижу, и мне просто душу. Спасибо вам большое. Я очень благодарен вам за этот опыт. Спасибо. И мой вопрос... Венемная служба к вам. Вопрос... А если все... Если это как можно... Чуть больше вопрос... Тогда вы сказали, что нужно планета светового. Это должно быть буквально. И это нужно вне... Спасибо. Спасибо. Хорошо. Ответ такой. Лучше сидеть неподвижно. Потому что, когда человек неподвижно сидит, то в это время очень сильно активизируется разум. Когда человек ходит или что-то делает, включается ум. Если у человека очень сильный разум, он может все что угодно делать, он все равно не будет отвлекаться от объекта. Но если у человека разум слабый, надо сидеть неподвижно и кланяться в уме. Что значит кланяться святому? Это значит мысленно касаться его стоп. Потому что в стопах человека находятся все его аскезы и вся его чистота. Так же как грязь находится в стопах грешника. Если человек кланяется святому человеку, то через стопы идет удар как бы по его судьбе. Преодоление трудностей. И через стопы очень легко сконтактировать с личностью. Когда ты кланяешься его стопам, в это время твой эгоизм становится меньше. И возможность видеть становится больше. Другими словами, когда человек не кланяется кому-то, его эгоизм закрывает чистоту другого человека. По этой причине надо вообще кланяться всем, кого ты хочешь увидеть чистоту. Если я, допустим, хочу у вас увидеть чистоту, я должен мысленно вам кланяться. Это очень помогает. Сразу все становится видно. Пока человек не может это делать, у него есть преграда, значит эта преграда означает эгоизм. И победить себе свой эгоизм очень сложно. Первый раз я покланялся, когда в храме я вспотел. То есть я покланялся, я заставил себя и меня пот прошиб. То есть я почувствовал, что просто так пот не прошибает. Я не инвалид, чтобы как бы трудность в поклоне была какая-то. Мне было трудно это сделать именно потому, что я не мог себя преклонить. Понимаете? И вот это вот очень важно понять. Когда мы мысленно себя преклоняем перед каким-то объектом, мы получаем первая трудность в сердце, что нам не хочется это делать. Мы побеждаем свой эгоизм. А эгоизм означает разум в невежестве. То есть эгоизм заволакивает разум. То есть способность видеть чистоту закрывается нашей гордостью. И когда человек кланяется, в этот момент гордость освобождает его. И он начинает видеть чистоту, чувствовать чистоту того, кому он кланяется. С этого момента доверие к нему возрастает. Но доверие еще далеко. Но доверие начинает приходить в сердце постепенно и появляется движение любви. Ты начинаешь с радостью слушать голос, с радостью кланяешься. Ты начинаешь жить той жизнью, в которой ты никогда не жил. Это называется жизнь любви. Люди этой жизнью любви живут только, когда они парочками встречаются друг с другом. Они ходят, гуляют. И в это время между ними идет жизнь любви. Они могут смотреть много разных вещей, но они всегда смотрят в сердце друг к другу в это время. Они думают об их связи и больше ни о чем. Знайте, что такой жизнью любви можно жить каждое утро. Можно каждое утро слушать голос в своей вере своего святого. Кланяться в своей вере своему святому. И повторять свою молитву в своей вере. И когда вы это все будете делать, если у вас нет веры, повторяйте, я желаю всем счастья. Выберите любую молитву, которая вам нравится. И кланите любому святому или любой святости, которая вам нравится. Если это будет из разных вер, не имеет никакого значения. Потому что для познания истины все пути дают одинаковый результат. Я во всех верах видел возвышенных и святых людей и пробовал поклоняться им. И получал один и тот же результат. Но у меня есть своя вера, потому что как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Ну то есть есть личные отношения, и с этим ничего невозможно сделать. А любовь, она в общую природу идет, большую. Любовь не должна зацикливаться в одну сторону. Она для всех одна. Но личные отношения присутствуют обязательно. Итак, когда ты мысленно кланяешься святости, постепенно твое видение этого святого очищается. Ты начинаешь ближе, ближе, ближе чувствовать себя к нему. И в это время все твои беды и печали начинают рассеиваться, как солнце развивает туман. И также развеивать тьму. Это первое чудо, которое в жизни произойдет. Люди очень большое значение в своей жизни придают своим проблемам. Они буквально ими живут и думают, что выхода никакого из жизни нет. Понимаете? Это очень большое заблуждение так считать. Потому что когда человек начинает жить правильной жизнью, то есть начинает совращаться в той энергии, которая приносит счастье, он слушает молитву и кланяется, слушает и кланяется мысленно. И в это время его проблема, его печаль, она просто развеивается. От нее не остается ни следа. А потом это вы увидите в своей жизни, что это все будет развеиваться. А потом вы этот метод можете применить везде, где хотите. Если вас не уважают в обществе, вас начнут уважать. Потому что вы просто перейдете эту горку. Каждого человека должны уважать. Не уважают только тех, кому надо сдавать этот экзамен. И все. Если вас не берут на работу, значит возьмут. Мы это экспериментировали уже. Мы говорили, это все от настроения зависит. А настроение означает победа над своей судьбой. Ничего, попробуйте сейчас не победив судьбу, прийти к работодателю и сделать то же самое, что я сделал сейчас. Вот с мужчиной мы общались. У вас не получится, это будет искусственно. А по-настоящему получится только после молитвы. Поэтому настоящая жизнь протекает всегда только в сердце. И искренний человек это тот, который в сердце всегда побеждает ситуацию. А потом приходит к ней, к своей судьбе и говорит уже без всякой робости, без такого страха. Говорит о том, что он хочет сказать. Понимаете, победите свою жизнь внутри себя. Но самое трудное заключается в том, что очень трудно начать это делать. Очень трудно это изучать. Потому что человек очень сильно скован своей жизнью. Он говорит, мне с утра некогда молиться, потому что я занят. Но я уже объяснял, что на свидании все находят время. Даже если очень сильно заняты весь день. На свидании все равно каждый день время находится. Это стопроцентный факт. Точно так же, когда человек понимает важность этой деятельности, он найдет время для нее обязательно. А чтобы понимать важность, нужно соприкасаться с опытом людей. И поэтому некоторые люди помогают мне. Они встают и передают свой опыт. Потому что если его не передавать, важность этой деятельности невозможно оценить. Понимаете, я не зацикливаю вас на одной деятельности. Я вам расскажу сейчас и другие методы. Просто эта деятельность, молитва является пиком совершенства. Потому что иногда люди ко мне подходят. Олег Геннадьевич, у меня сын болеет психическим заболеванием. Что делать? Только не говорите, что молиться. Об этом мне уже сказали. Я молчу. Она говорит, ну что-нибудь скажите. Я говорю, вы же не хотите, чтобы я сейчас что-нибудь сказал? Давайте я вам еще кое-что расскажу. Не буду вас зацикливать в одном направлении. Есть несколько способов побеждать судьбу. Первый способ самый простой. И обычно его люди выбирают, которые хотят победить судьбу. Этот способ называется аскезы. Этот способ действует таким образом, что человек начинает делать то, что ему трудно в жизни. И таким образом накапливает силу воли. Веда объясняет, что когда человек совершает аскезы, он переходит, преодолевает ту гору судьбы, на которую очень трудно подняться. То есть он идет в гору в это время. Что такое аскезы? Это пост. Когда человек постится, он становится крепче. С каждым днем все сильнее и сильнее. И он способен преодолеть судьбу с помощью своей внутренней силы. Так, например, если он боится поступать в институт после постов, у него появляется способность внутренняя не бояться. Если женщина, допустим, робеет улыбаться тому, кого она любит, а после постов она перестает робеть, начинает им улыбаться. То есть, другими словами, пост дает силу, душевную силу человеку. Такую же душевную силу дает неподвижное положение тела. Например, статические упражнения. Или во многих храмах люди неподвижно стоят во время молитвы. Это дает силу преодолевать судьбу. Такой же силой обладает обет. Когда человек, допустим, говорит, «Я каждое утро буду вставать во столько-то рано». И выполняет этот обет. Это дает силу побеждать судьбу. Такую же силу дает слово, когда человек говорит, «Я больше не буду врать». И начинает следить за своей речью и не обманывать. Это дает силу побеждать судьбу. Такую же силу дает человеку, если он, допустим, способен выполнять какие-то упражнения длительно. Например, он бегает каждый день. Или каждый день гантели тягает. Или каждый день закаливается в воде. То есть, он свой комфорт преодолевает целью достижения цели. Но есть аскезы мужские и женские. Допустим, женщинам не надо тяжести тягать для того, чтобы победить судьбу. Если они хотят движение какое-то делать, то лучше танцевать. Это женщине поможет остаться женщиной и побеждать судьбу параллельно. Пост – это хорошая аскеза для женщины. Но закаливание плохое. Потому что можно простудить себе весь организм. То есть, есть мужские и женские аскезы. Если мужчина будет танцевать, это не аскеза для него. А для женщины аскеза. Другими словами, аскеза дает силу преодолевать трудности. Если у вас нет силы, слабость постоянно, вам плохо, у вас нет воли, у вас нет возможности решать вопросы какие-то в жизни. Значит, вам нужна сила. Она достигается аскезой. Я каждый день делаю аскезу. Я каждый день неподвижное положение тела делаю. И пощусь до обеда каждый день. Ну, это мой способ кушать. Просто каждый день сжигаю токсины. Потому что, когда солнце восходит, в это время сгорают токсины. Если первую половину дня не есть, то все токсины сгорают в организме. И организм таким образом омолаживается. Да, еще, мои хорошие, я забыл очень важную вещь вам рассказать. Это очень большое упущение. Я сейчас расскажу виды победы над судьбой. А потом еще поговорю о режиме дня. Зачем это все надо? Вот смотрите. Второй способ, это когда человек хочет уменьшить горку. Уменьшить горку, сделать ее ниже. Или получить милость от судьбы. Или стать удачливым человеком, это одно и то же. Тогда человек начинает раздавать свою любовь и жертвовать что-то свое другим. Но единственное условие, что это надо делать бескорыстно. Не думая потом, не жалея о том, что ты сделал. И делать в нужном направлении. Допустим, если вы жертвуете тому, у кого это есть, зачем ему это надо? Допустим, если вы жертвуете нищему еду, то это очень похвально. Но если нищий алкоголик, и вы жертвуете ему деньги, он их пропивает, тогда ваше пожертвование не работает. Если вы жертвуете в храм для того, чтобы строили храм, это очень большая сила. Это поменяет вашу жизнь. Потому что все люди, которые будут в этом храме поклоняться, они будут нести вам удачу в жизни. Это благодаря вам все произошло. Но если эти деньги на строительство храма пойдут в карман священнику, и он будет на них жить припеваючи, это тоже хорошо. Потому что он молится, он лучше, и это будет какой-то эффект даст хороший. Но лучше жертвовать тому священнику, который деньги по назначению направляет, а не туда, куда ему захочется. Поэтому, прежде чем совершать пожертвование, нужно разобраться в результате. Например, если вы решили накормить детей в детском доме, тогда проследите весь процесс. Возьмите деньги, купите продукты, организуйте приготовление и посмотрите, как они все это съедят. И тогда вы будете победителем. Да, человек способен делать правильное пожертвование, его удача, судьба немедленно меняются. Я вам сейчас приведу пример, как это на примере бизнеса работает. Если человек бизнесмен, ему обязательно надо делать пожертвование, иначе его бизнес будет улетать в трубу. Как это происходит, объясняю. Любой бизнесмен постепенно привязывается к прибыли, и это привязывание к прибыли делает несколько вещей. Первое. Он теряет понимание, сколько денег вкладывать, сколько оставлять. Обязательно. Вторая проблема. Он теряет понимание, где брать, с кем сотрудничать, с кем нет, потому что он в сильной нужде. Ему хоть кто-то бы был, с кем сотрудничать. И третья проблема заключается в том, что он начинает завидовать тем, кто богаче и так далее. То есть теряет самоконтроль, самообладание. Как решаются эти проблемы простым способностью пожертвовать? Когда человек жертвует другим, он избавляется от жадности. Другими словами, он ее просто разрушает. Он отдает то, к чему стремился фактически. То есть жадность преодолевается самим процессом пожертвования. Когда человек жертвует на благие дела какие-то, в этот момент, когда благое дело начинает действовать, удача приходит в его жизнь. И те партнеры, которые должны его обмануть, он их видит. Это видение называется милость или удача. Бог ему дает видение того, кто его обманет. И следующее, когда человек жертвует что-то на добрые дела, то ему возвращается гораздо больше. Потому что есть такой закон. Допустим, часто человек просто не знает, куда вкладывать, что делать. Вот допустим, если вы накормили человека очень голодного, который должен умереть от смерти, от голода умереть, то какое дело вы совершили? Вы накормили человека или спасли ему жизнь? Спасли ему жизнь. Это значит, что вам Бог сделает то же самое. Когда ваш бизнес будет рушиться, он тогда его будет спасать. И тогда вам давать деньги, а не когда у вас все хорошо. То есть он будет распределять правильно вашу судьбу. То есть Бог будет вам давать тогда, когда надо, а не тогда, когда не надо. Поэтому так работают пожертвования. Есть еще один вид победы над судьбой, который называется жертвоприношение или ритуал. Ритуал – это тоже жертва, но оно имеет другую природу. Если когда человек жертвует, он сам, а в себя лично это делает, то когда человек совершает пожертвования, ну когда человек идет в ритуал какой-то, встает, то тогда огромное количество людей вместе жертвуют свои силы Богу. Они для Бога что-то делают, поют вместе, молятся для Бога вместе. И что в этот момент происходит? Человек получает знания, его озаряет изнутри. Он меняет совершенно восприятие мира. Поймите, что очень важно поменять свое восприятие мира. Поэтому, когда человек совершает такой ритуал, он уезжает в другое место в отпуск, в святое место, и там находится 2-3 недели вместо того, чтобы поехать на Гавайи. Он уезжает в святое место, там находится, там тоже природа, он там отдыхает, и параллельно он меняет восприятие мира, потому что все люди там молятся. И что происходит с ним? Он очищается в сердце, и он все начинает понимать, как ему жить заново, он как будто заново рождается в этот момент. И у него много-много пониманий вещей хороших приходит только потому, что он соприкоснулся с чистым местом. Это называется ритуал, еще один вид победы над судьбой. Человек входит в храм или едет в святое место, или человек организует то же самое у себя дома. Он может у себя дома такие мероприятия проводить, где люди все вместе собираются, молятся там, поют что-то о Боге, рассуждают. И этот ритуал обчищает ему квартиру. Когда в квартире негатив, туда даже зайти невозможно. Даже кошки убегают из такой квартиры, где ругаются, и тараканы тоже. Никому не нравится это все. Но представьте, если человек в эту квартиру вводит людей, которые там будут молиться, что происходит с квартирой. Все перестают ругаться, потому что там меняется атмосфера. И это приносит счастье, когда человек такие вещи делает, когда человек проводит в своем доме какие-то духовные мероприятия. Это приносит счастье и радость всем людям, которые живут не только в этой квартире, а также в соседе. Я так экспериментировал. У меня был такой интересный, когда жил еще, ну как бы, жил в одном городе, в Тольятти. Это было еще до того, как я поехал в Москву и так далее. То есть я был молодым совсем. Я только изучал еще ведическое знание. Я экспериментировал. Все, что я узнавал, я все сразу начинал экспериментировать. Я узнал, что звук влияет не только на грубом плане, но и на тонком. А у нас дома очень тонкие, там были стены и слышно было, как разговаривают соседи. И они там не разговаривали, орали постоянно друг на друга, ругались, как только на чем свет стоит. Я включил духовную музыку так, чтобы они не слышали. Включил на сутки. Через две недели они перестали ругаться. Наступила тишина и покой. Они только начинали ругаться, я только прибавлял чуть-чуть музыку, они успокаивались. Такое, как действовало таким способом. А потом мы поехали в отпуск отдыхать. Приехали, они опять ругаются, потому что музыку некого было включать. То есть мы опять включили, прошло две недели, они опять успокоились. Это стопроцентный факт, так все произошло. То есть такой ритуал может постоянно идти в вашей квартире. Если у вас духовная музыка играет в квартире, если у вас в квартире висят иконы, то тогда вся атмосфера успокаивается и вам становится легко преодолевать трудности. С другой стороны, если вы повесите певцов, всяких музыкантов там или еще что-нибудь, какие-нибудь морды там страшные африканские вешают некоторые. Зачем вы это делать? Вы духов только нагоняете себе в квартиру, а не Бога. Итак, видите, кроме молитвы есть еще разные другие способы. Но чем отличается молитва от этих способов? Молитва делает человека кем? Победителем своей судьбы. Потому что молитва дает сразу и способность всходить в гору, и уменьшение горы. Она дает знания, как во время ритуала происходит. Потому что молитва это и есть ритуал соединения с высшим началом. И она дает человеку возможность один на один бороться с судьбой. Понимаете? И поэтому вы сейчас послушайте песню об этом, о молитве. Слушайте, очень важно. Молитву читай. Память. 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 хотел бы также чтобы вы послушали еще одну песню у нас есть ведрадио и его ведущая такая же такой же человек она сама писать пишет песни сама и поет и это песня которую я сейчас вам предоставлю она очень важное понимание этого вопроса о которой мы сейчас говорим потому что она говорит об отношения со святостью пожалуйста внимательно послушайте потому что только через любовь может передастся знание все что я вам сейчас сказал это не сработает если вы не поймете как вам надо к святыне относиться то есть к тому звуку который звучит и к тому портрету которым надо кланяться или к тому месту там объекту и так далее вы послушайте пожалуйста ее песни сейчас и вам станет понятно через ее голос потому что она так живет станет понятно как относиться к святыне послушайте пожалуйста вам громко слишком до громко нет нормально громко нормально 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 лброга я и и и За вами следом, чтобы стать платком воды. Там, где солнце обжигает, На песне, на хвалу я. Мне вашей веры не хватает, Чтоб и пасхи помогал. И где мы, больно рядом быть, Желание служить, смотрите. Желание служить. Желание служить. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь бывает разной. Бывает любовь между мужчиной и женщиной, бывает любовь к детям. Самая чистая и возвышенная любовь — это любовь к святости. Когда человек чувствует чистоту святого места, святого человека, чувствует чистоту иконы, он не может больше просто жить просто так. Его сердце наполняется очень огромной силой, оно горит. Он хочет служить этой святости, хочет для него жить. И самый лучший вариант, если это сердце гореть будет всю жизнь. И самый худший вариант, если кто-то начнет его отвлекать от этой идеи, говорить о том, что не надо так сильно верить, надо быть простым человеком, надо жить обычной жизнью, не надо так сильно углубляться в духовное. Когда человек теряет эту чистоту, когда он слушает подобные рассуждения, и теряет эту чистую и хрупкую связь, потому что чистая связь всегда очень хрупкая, нужно постоянно стремиться к этой чистоте и повышать в себе возможность ее чувствовать. Когда лампочка души горит очень сильным накалом, и все, что внутри у нас мешает нам жить счастливо, разрушается неизбежно. Ваши вопросы по технике молитвы, это очень важно, многие люди многого не понимают. Да, мужчина, ваш вопрос сзади. Вы даже уже встали, чтобы вас я спросил, спасибо вам, вы мне помогли. Как успели наши святые 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 св может быть может быть и так давайте я вам объясню посмотрите первое что вы должны понять что проблема не в том что нет святых вот допустим я сейчас увидел святого увидел как действует его сила я обязательно буду думать о нем дальше я не остановлюсь на том что было хотя это святое не в моей духовной традиции мне достаточно его святости все остальное меня не имеет значения для меня никакого поймите проблем не в том что нет святых и невозможно их найти а проблема в нашей возможности внутренней мои дорогие наши возможности поэтому если допустим вы понимаете что вы до сих пор не нашли святых тогда возьмите тех ну кого на сто процентов вы доверяете неважно любите вы эту икону не любите просто есть иконы очень авторитетные очень возвышенные вот таких вот цветы как этот который с беспрецедентной смело и сильно устанавливает свою святость я просто первый раз поклонился этой личности и сразу у меня все началось понимаете чтобы у вас не было никаких сомнений выберите самую большую вершину и кланитесь ей пускай это будет не приближение не человек который живет на земле не имеет значения знаете что смерти нет вы начнете кланяться личности и соединитесь с ней начнете чувствовать ее чистоту со временем надо просто немножко потрудиться сердцем и не думать что это тренировка это жизнь это не тренировка это называется внутренняя жизнь может быть это будет не тот святой который зажжет ваше сердце любовью но зато вы начнете изучать тему возьмите хотя бы кого-то для начала попробуйте потом следующего и так постепенно вы найдете свое но знайте что путь такой сначала человек кланясь святыни находит свою веру а только потом он находит старших которые ему объясняют как в этой вере двигаться дальше а только потом он начинает понимать кто такие святые как с ними строить отношения а только потом он находит себе духовно учителя и дух и духовника который лично с ним будет общаться но если вы хотите прямо сейчас результат это очень просто возьмите любого святого в той вере в которой вы доверяете или того святого которому все доверяют и начните кланяться ему через буквально неделю этой идеи практики вы увидите результат вам станет легко вы почувствуете счастье силу в отношениях только и меня к вам есть одна просьба когда вы почувствуете ауру над его головой когда вы почувствуете святость своем сердце когда вам станет легко и красиво легко хорошо когда у вас все начнет получаться не сильно об этом думайте потому что люди часто очень сильно увлекаются спецэффектами которые происходят во время молитвы надо просто продолжать кланяться и служить святому и слушать голос и не отвлекаться ни на что понимаете когда человек занимается молитвой счастье бежит за ним и хватает его и мешает ему молиться она мучает его счастье и чудеса все вокруг него мучают его и не дают ему покоя человек не должен обращать на эти все чудеса и счастье он должен продолжать молитву потому что самое большое счастье находиться в этом процессе они отвлекаться ни на что другое но вас обязательно всех выведут из строя вам надо учиться быть опытными потому что вы начнете молитву в первый же день вы обрадуетесь что у вас все хорошо и забудете про молитву в этот момент а на следующий день вы уже не будете молиться потому что и так все хорошо чем молиться человеку много не надо чтобы стать счастливым чуть-чуть помогло и все приведу вам сейчас пример чтобы вы не думали что я что-то выдумываю я ездил на украину тогда когда там просто была такая бомбежка что все ходили подавленные и несчастные когда я приехал в очередной раз я им давал только помолитвить семинары потому что это было очень актуально для них в это время и когда мы с ними хорошо потрудились потренировались на следующий день на следующий раз через месяц я туда приехал в киев смотрю в зале половина людей такие довольные сидят несмотря на то что боевые действия идут там и я говорю вам полегче стало все да нам помогает хорошо и потом я посмотрел на них внимательно говорю кто из вас перестал молиться половина рук кто молился подняли игра почему вы перестали молиться или геннадьич ну все ведь хорошо чем молиться и тогда до меня дошло что людям много не надо чуть чуть легче стало и до свидания молитвы мы сами не хотим быть счастливыми понимать в общем проблемы найдите свою икону найдите любую икону если человек голую попу в интернет хочет найти он идет ищет без проблем он перебирает разные находит свою простите за сравнение с этим нет проблем вообще человек не спрашивает где искать он идет и сразу их доходит природа подсказывает вот точно также надо искать своего святого понимаете идти в интернет искать разные изображения находите распечатывать поклоняться все доступно нет никаких помех придет время и вы влюбитесь сятость чистоту у вас не будет никаких проблем с этим но видите мы какой-то незнакомой девушки себя так легко доверяем а незнакомому святому мы так трудно доверяем да кому же легче лучше доверять просто обычному человеку или святому человеку что он может нам сделать плохого если он святой почему бы не кланяться всем святым изучать как они на вас влияют почему бы этим не заняться это же тоже изучение этого мира мы все что угодно здесь изучаем кроме самого главного в и ответил на ваш вопрос или нет пожалуйста мужчина обратная связь если вы считаете если вы считаете что вам бог дал того святого который связан с вашим рождением начните ему поклоняться это нормально я не против этой идеи не против делайте так если вы так считать вот во что верите то и делайте вера означает связь с богом во что верите то и делайте ваш вопрос девушка по молитве надеюсь по молитве у нас сейчас такая тема нет не соответствует до голос не обязательно святого голос тех кто искренне молится поймите когда человек искренне молится он соединяется с богом мы часто думаем и все соединяются с богом если вас вдохновляет это значит что вдохновение означает соединение с богом если вдохновенно люди молятся значит они соединены с богом если вам нравится голос другой религии ничего страшного в этом нет я пробовал я вот под богородицы девы радуйся повторяю я желаю всем счастья уже много лет у меня отлично все внутри я не чувствую никаких проблем я наоборот лучше понял эту веру я просто преклоняюсь перед людьми в это вере просто отлично я по также вот под мусульманскую музыку хотел с вами мне не разрешили я буду плакать дома потому что я помню вот этого человека который специально из турции приехал для того чтобы со мной на меня посмотреть и со мной вместе здесь побыть а я хочу его поддержать потому что там очень тяжелая ситуация сейчас если мужчина разрешить тогда мы будем а если не разрешить не будет вы разрешите нам все-таки под мусульманскую музыку или нет разрешает спасибо я очень благодарен религиозное чувство самое ранимое никогда нельзя людям наступать на его это страшно и так и что-то в эмоции впал о чем мы говорили так а в разные музыки разные веры да одна вера другое поклонение это все зависит от этапа вашего развития если вы уже вот вот сильно влюбились свою веру можете в качестве эксперимента у вас на тогда нормально если у вас уже есть вот своя вера тогда вам этого и не надо будет а если у вас две тогда пожалуйста соединяйте супер отлично никаких проблем нет я не не вижу проблем никаких ваш вопрос я вас прошу тоже взять яси Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что человек боится объёма своей работы, своей судьбы Поэтому он со страхом считает не себя виноватым И приписывает другому свою боль Он переносит проблемы в другое место Это из-за сильной боли возникает Из-за того, что нет возможности Поэтому на первом этапе сначала человек вообще не должен думать о том, что происходит И поэтому девушкой, когда говорил с Аленой, я говорил Давайте, Алена, отвлечёмся сейчас от ситуации Просто будем говорить с вами о жизни И постепенно она поняла, что делать Потому что на первом этапе, когда очень больно Нужно просто погрузиться в духовную жизнь И это очень трудно будет отвлечь Ты можешь неделю просто, неделю кланяться, кланяться святому человеку И в тот момент, когда тебе становится легче В твою память будет врываться это событие само Ты не сможешь от него отвлечься Оно будет врываться и разрушать твою молитву Ты плакать будешь там или думать плохо И молитва заканчивается на этом Но постепенно, со временем, человек продолжает, продолжает И в какой-то момент вдруг, неожиданно он замечает Что он может слушать звук и кланяться с этим настроением Смотрите, что происходит Я беру настроение молящегося человека И отдаю его алтарю Через себя пропускают этот ток веры Чьей веры? Не моей веры, а веры тех, кто молится В результате зарождается моя параллельно Я беру их звук, слушаю очень внимательно И в этом настроении кланяюсь И когда я в этот поток вхожу В какой-то момент бац И у меня внутри пропадает Пропадает зависимость от события Я начинаю чувствовать, что я могу жить Я могу жить У меня жизнь начинает двигаться Ветер жизни начинает двигаться Я желаю всем счастья Я желаю всем счастья Я начинаю жить, понимаете? И потом, когда эта жизнь пошла в сердце В какой-то момент Неожиданно происходит чудо Я чувствую, что несмотря на то, что там все валится, крушится В жизни моей Там все разрушается Муж уходит от меня Там ребенок в больнице Несмотря на то, что все там разрушается Здесь вдруг неожиданно Становится спокойно Некоторые даже думают Это предательство Перед ситуацией А это и есть начало победы Неожиданно вдруг тут становится спокойно И потом Ты не можешь думать о том Как у тебя ребенок в больнице У тебя слезы из глаз текут И ты начинаешь спокойно Спокойно потом Это спокойствие в мысли В память о ребенке переходит В результате Ты молишься дальше Просто молишься И тут раз неожиданно Начинаешь чувствовать, что ты Начинаешь вспоминать Об этом уже легче, чем раньше И потом дальше На третьем этапе Ты продолжаешь молиться И звонишь в свою ребенку И спрашиваешь Как у тебя дела И он не плачет Мама, мне больно, мне плохо А он говорит Мама, я болею Но у меня хорошее настроение появилось Это значит, что у него счастья достаточно Чтобы побеждать судьбу Оно выражается сначала в настроении У человека становится лучше настроение Значит, он выздоравливает Это первый признак у всех врачей Что пациенту лучше Он начинает улыбаться У него появляется настроение Так сделайте ему свои молитвы Это настроение Дайте ему силы жить Есть два типа мам Одни мамы плачут Когда сын идет на войну А другие говорят Сынок С тобой все будет хорошо Я буду молиться за тебя И первые мамы Они не любят своего сына Они пользуются его любовью И поэтому страдают А вторые мамы вырабатывают из своего сердца Настоящую любовь Так мы с вами сейчас изучаем Как человека по-настоящему любить Мои хорошие Потому что мы всех любим Только в счастье А когда ему плохо становится Когда он болеет Когда он плохо начинает себя вести Означает у него тяжелая судьба Мы перестаем его любить Так что это за любовь тогда? Настоящая любовь познается только в страдании Как солдаты меня мать провожала Тут и вся моя родня набежала Ой, куда же ты, сынок? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты Второй вариант Морозною весной Под старою сосной Любимая с любимым прощается Там и там еще что-то И потом Маруся От счастья слезы льет Как гусли Душа ее поет Кап-кап-кап Из ясных глаз Маруси Капают слезы на копье Она провожает своего жениха Или мужа На войну И от счастья Душа ее поет Хоть она и плачет в это время Это означает Что у нее сильная душа А не слабая Мои дорогие Маруси Сделайте так Чтобы ваши души были сильными И тогда ваши Любимые мужья Всегда будут побеждать Ваши жизни Всегда будут побеждать Ваш вопрос Пожалуйста Спасибо вам за удивительный хороший вопрос Сейчас я очень легко Вам отвечу на этот вопрос Когда человек идет по природе Радуется природе И наполняется ей Это называется медитацией То есть что такое медитация Это когда в ум человека Входит энергия счастья И он вводит себя в гармонию С пространством В котором он находится Когда человек думает О любимой девушке Это называется медитацией Он соединяет себя С ее пространством Понимаете То есть когда человек Допустим Настраивается на солнце И думает о нем Это называется медитация Он входит в соединение И он выздоравливает от этого Он входит в гармонию По нему движется Чистая светлая энергия Другими словами Когда мы находимся Рядом с объектом Который дает счастье Мы можем в это время Заниматься медитацией Например Мы подошли к святому человеку Он уже благословляет нас И мы можем просто застыть Смотреть на него И соединиться с его благословением Это называется медитацией Это деятельность ума И просто нужно позволить Уму соединиться с объектом Поверить Теперь что такое молитва Это совсем другое дело Во время молитвы Человек не имеет Объекта чистоты Он не видит Он то есть понимаете В молитве вот икона Есть передо мной Но я ее не вижу Я не знаю что это святость Я просто слышал об этом И все Как люди некоторые говорят Да это святой Но если бы это был святой Ты бы его видел Ты бы сейчас упал С ног просто от счастья Правильно Вон у вас что-то упало Подтверждение Итак Когда человек занимается молитвой Он еще не видит объекта У него нет возможности Соединиться с ним Естественным образом И поэтому он начинает Не про себя Про себя означает в уме Это медитация Он начинает слух С помощью деятельности разума Звуком Начинает соединяться с объектом Начинает свою деятельность звуком Когда звук начинает вибрировать То в это время Разум включается И начинает через память Потому что звук включает память Через память достигать потихоньку объекта Поэтому повторяется одно и то же Человек повторяет одно и то же Ближе, 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 ближе К святости И раз соприкоснулся с ней И он почувствовал чистоту Ему легче стало Но пока он не почувствовал Он должен это делать из чувства долга Он должен слушать сильнее, сильнее, сильнее звук Потом раз Он оперся на этот звук в своей молитве И его молитва вместе с этим звуком пошла Одновременно Той же силой Получилось Потом звук постепенно зашел в сердце И ты уже сам начинаешь молиться Не слушаешь, а сам молишься И вся сила у тебя изнутри уже пошла А не снаружи Лампочка загорелась в этот момент И ты эту силу отдаешь святости Ты говоришь, это для тебя все Я для тебя хочу жить Это для тебя вот эта вся сила Мне ничего не надо И в это время оттуда приходит ответ Тебе становится спокойнее Потому что Бог начинает решать твои проблемы Когда ты сам забываешь про них Про свои проблемы И отдаешь себя Богу А пока ты думаешь о проблемах Ты держишь их внутри и не отдаешь Это мое Я буду об этом думать Это наша корова, и мы ее доим Все, мы не хотим отдавать никому свою корову В результате Бог не может туда зайти Молитва — это деятельность разума Медитация — это деятельность ума Десять минут, полет нормальный Спасибо, благове Мои дорогие друзья Я вас очень сильно полюбил Вы такие все хорошие Я, наверное, когда-то здесь жил до этого В этой стране В прошлой жизни, наверное Я приеду к вам обязательно Я уже скучаю по вам Еще не закончилась лекция Перед тем, как я сюда приехал Мне один человек написал, что Ты когда приедешь сюда Ты поймешь, что это необычная будет поездка Я подумал, ну у меня все поездки необычные Только теперь я понял, о чем речь Мне здесь все очень приятно с вами Очень приятно чувствую, родственное такое чувство У вас теплые, добрые сердца Открытые такие, добрые, теплые сердца Спасибо вам большое Я желаю вам всем счастья Любви Духовного знания Духовной силы Здоровья Мира Всего самого светлого в вашей жизни Я очень благодарен вам Низкий поклон За то, что вы пришли И были со мной все это время Спасибо вам всем большое Спасибо Всего вам доброго Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо